Добрый день, уважаемые инвесторы! В целом, аппетит к рискум-классу активов остается довольно-таки неплохим, о чем нам говорят о доходности двух противоположных лагерей мировых бандов. То есть это защитные облигации, такие как облигации США и Германии, и банды проблемных стран еврозоны. В частности, вчера, например, доходность американских EOS-T10, индикативных выросла на 4 басинных пункта, а доходность немецких бандов аналогичной дирации прибавила 3 басинных пункта. При этом, с другой стороны, мы видим, что нет такого какого-то излишнего напряжения в облигациях проблемных стран еврозоны. В целом, они вчера остались либо на прежнем уровне, либо близ этого значения, за небольшим снижением доходности. Также первичный рынок нас в определенной степени порадовал. Испанцы производили размещение своих долговых инструментов. В итоге у них получилось привлечь больше запланированных 5 миллиардов евро, а именно 5,1 миллиарда евро. Также мы видели и снижение стоимости заимствований, и довольно-таки неплохой спрос. По 6-месячным бумагам спрос превысил продолжение в 3,8 раза, по более длинным годичным бумагам в 2 раза. Такие результаты говорят нам о том, что пока инвесторы довольно-таки лояльно относятся к рисковому классу активов, а в частности, в определенной степени закрывая глаза на существующие в Испании бюджетные проблемы. Сейчас, кстати говоря, ведутся переговоры испанцами на тему переноса сроков исполнения бюджетных требований, которые были согласованы ранее с Европейским Союзом. В принципе, как мы видим, каких-то таких панических настроений не наблюдается. Рынки глобальные хоть периодически впадают в такую хандру, но в целом удерживаются вот какого-то такого обывальные распродажи активов. Сегодня предстоит уже совершить аукционный бега и отечественному Минфину. Он будет предлагать бумаги в свободном объеме 30 млрд. рублей, будет предложен на выпусках 10-летних облигаций на 20 млрд. рублей и более коротких 5-летних ОФЗ на 5 млрд. рублей. В целом, мы видим, что по длинному выпуску премии ко вторичному рынку, исходя из вчерашнего закрытия, нет. По более короткому 5-летнему выпуску премия присутствует в размере двух байсных пунктов. Однако, несмотря на такую небольшую, так скажем, щедрость данных предложений, размещения могут пройти успешно, поскольку все-таки ОФЗ за собой сохраняют идею возможного смягчения денежно-кредитной политики в скором будущем, которая скажется позитивно на секторе. Также мы видим, что вчера нефть марки Brent хоть и кальнула отметку в 98 долларов за баррель, однако потом резко развернулась вверх и сейчас торгуются немногим выше 100-долларовой отметки. То есть отсутствуют такие новые порции негатива на глобальных рынках, что является немаловажным моментом. Также, в принципе, ряд инвесторов может воспользоваться наблюдающейся в последние дни такой небольшой коррекцией в секторе и приобрести бумаги на более выгодных условиях. А для нерезидентов, в частности, выгодно и ослабление рубля. Заходить в бумаги они могут сейчас, находя в текущих реалиях, для себя неплохую точку входа. Но на сегодняшний день, конечно, все рассудят. Прошлые аукционы были очень выразительными в прошлую среду. Но вот сегодня, в принципе, не настолько плохие глобальные рынки, чтобы, наверное, существенно попрекрасывать Минфину. На наш взгляд, все-таки, тема именно спекулятивная у сектора есть. Даже если и сегодня результат будет не очень выразительный, то в ближайшем будущем, особенно в преддверии заседаний Банка России, спекуляции могут нарастать на фоне, именно на тему, точнее, смягчения денежно-кредитной политики. Это основные события, которые мы хотели бы на сегодня озвучить. Всем спасибо за внимание. До свидания.